Ну что ж, дорогие друзья, всем доброго времени суток, студия RU Hub, мастер Стокгольм, 18-го года, ну и у микрофонов уже не один Анишарат, но еще и Арсений Синя. Здравствуйте, Синя. Здравствуйте, друзья, рад всех видеть, слышать. Тайлу Грехаунд, ну, по идее, далеко не самый интересный матч, но, с другой стороны, у нас здесь, скажем так, азиатская школа КСа. В принципе, эти ребята, ну, хотя тут Фейтс вряд ли когда-нибудь с Тайлу играл, ну и да ладно, тем временем, долго задерживался этот матч, ввиду ряда каких-то обстоятельств, но, наконец-то, ребята начали, и, по идее, на Б, точнее, на Апленд пытаются выйти террористы. Ну, здесь есть минус от Экскюрейта, справедливости ради стоит сказать, и сейчас Грехаунд будут останавливать пачку, причем ставят они ее не совсем, вроде как, и удачно под мейн, потому как, с планом-то, ее задефить можно будет, но Тайлу только лишь на рейтейк выходит. Фейтс у нас чекает спину, тем временем, Грэйтис Фэкшн накидывает пока что стандартные флешки, игроки защиты пытаются сделать грамотное выбивание, Грэйтис Фэкшн неплохо ворвался, Мальта развалил только что Мо, и вот как и Диди отстреливает Мальту в ответ. Диди, еще один хэдшот, Фейтс вместе с Грэйтис Фэкшн вдвоем, какая вот бомба, интересно, по идее, плюс-минус неплохая, да, задефить ее так просто нельзя. Грэйтис Фэкшн, если убьет сейчас экскьюрейт, тогда это его раунд, и судя по всему, да, это его раунд, друзья. Ну, киты вроде как можно было подобрать, да, действительно, сел дефузить не тот товарищ, возможно, если бы не Диди дефузил, а тиммейт с китами, то они бы успели. Там просто, понимаешь, под углом же ж можно, под ящиком, бомба стояла не совсем под мейн. Ну, может быть, да, то есть можно было, ну, там неудобно в любом случае, то есть, мне кажется, какой-то пиксель был бы виден. Ну, да ладно, Грэйхаун берут у нас пистолетный раунд, и, как обычно, кстати, Фамос, ого, откуда во втором раунде у него хватило на Фамос, скорее всего, кто дропнул, что ли? Иску рейт, наверное, да. Да, наверное, интересное решение. Не, ну, возможно, опять же-таки, это заявка на то, чтобы взять форсбай, но насколько это реально, потому что Грэйхаун, который уже занимает мидл, и, в общем-то, делает минус по самоде, и далее, скорее всего, будут проходить в направлении аплента, почему бы и нет. Гратисфэкшн, идет центр, получает дэмэдж, тем временем, бинтед, как всегда, один из лучших азиатских игроков, разваливает двоих игроков атаки, подтягивается Фамос, Диди разваливает гратисфэкшн, но два человека при этом вышло на аплент, и, может быть, у Дика Стейси с Мальтой что-то получится. Ну, пачка установлена, это уже хорошо, в принципе, далее Тайлу попытается выйти через Хайвей, у них хитов нет, время терять нельзя, ну, и к тому же Мальта, посмотри, как он заходит на коннектор, и если удачный тайминг слой, то Хайвей просто будет не с добровой, так оно и получается. Минус один, Кэп Мо, перестреливает Мальту. Дик Стейси с МПшкой, чекает сейчас хелпу, Мо придется, и Дик Стейси все-таки сделал свой минус. Считаться один на один, Грэйхаун, большие молодцы, они неплохо только что разыграли эту ситуацию, довольно тяжелая, но, с другой стороны, может быть, снова риск будет от азиатской команды Тайлу. Думают они, по-моему, как-то слапаются, но переключаются, нет? Лишний раз закупаться, у них же сейчас дефолтное начало, а карта ДКэша, в принципе, атакующая сторона здесь в последнее время доминирует, если поставить вообще в целом любую команду, но возьмем внимание, что сейчас матчап Грэйхаун и Тайлу, и именно убедите команды за защиту играть так себе, скажем так, и поэтому здесь, скорее всего, мы с тобой увидим однобокую сторону атаки, а там уже как получится, пока что лишь Эка и фармы должны быть в Грэйхаун, иначе будет мало денег. Кратисфэкшн падает, Мо тоже погибает, ситуация 3-4, тут ребята стараются реализовать свои юспы, но не особо ввязываются в перестрелку, понимают, что проиграют они сейчас ЮАК, поэтому нужно играть немножко грамотнее. Ну и Тайлу, Мансят, стрейфятся, но в любом случае, следующий раунд нас интересует уже больше, бомба вот-вот взорвется, и в следующем у нас Тайлу должны быть эмки. Насчет эмок и стоит поговорить, в данной ситуации очень бы хотелось, чтобы защита уже, начиная с первого девайса, но проявляла себя, да, окей, 5-0 тоже можно, в принципе, возвращаться, но, как мне кажется, будет слишком поздно, и надо бы на кэше именно вот первый девайс. Даги 3-0, и команда Грихаунд, ну, хорошее начало, пистолетка, потом форс, взятый в соперника, и, соответственно, и дефолтный экономический раунд. Выходят они на какую экономику? Обратите внимание. У них, по идее, из-за того, что они периодически теряют девайсы, она не закрепляется. Ну, в любом случае, у нас у команды Тайлу сейчас есть АВП, и, с другой стороны, этот авик может себя как-то реализовать, потому что у атаки автоматы Калашникова, при этом атака должна играть очень грамотно с помощью каких-то флеш-гранат. Если она этого делать не будет, тогда АВП просто-напросто всех убьет. Мальта отвечает на заточку Б, Диди тут рядом играет в самоках, чекает Токсик, смог совсем скоро развеяться. Такое впечатление, как будто Мальта здесь просто чекает, и все. А выход пойдет, в любом случае, на точку А. Ну, вот это еще непонятно. Бомба хоть и в гараже, но в любой момент можно свернуть удочки и уйти в направлении Б-сайда. Там все будет зависеть от того, вообще, насколько Мальта серьезно отыграет, и вообще, будет ли он там играть. Да, действительно, перетяжка пошла. Ну, и целая минута. Даже грехаунты торопиться-то не собираются особо. Ну, вообще, такое затишье очень конкретное. 50 секунд, ни звука, ни шороха. То есть, как атака, так и защита абсолютно ничего не знают. Ну, для атаки это все равно, а атака примерно понимает, где находятся, да, ктшники. То есть, что в любом случае на аппленте там или на бэк тот стоит. А вот защита инфу, грубо говоря, не собирает. И они понимают, как под А, так это под А могут их оппоненты находиться. Раскидка от очки А и выход на экскюрейта. Вот он как раз-таки смещается очень агрессивно с АВП. С маком работает по Мальте. Выход дальше от экстейси в смок. И он может оказаться быть незачеканным, но здесь слишком рано. Палец забирает. Бантета также забирает еще экскюрейта. И ситуация уже 4 в 3. И команда Грейхаунд выходит вудителями. Фейтс ставит бомбу. Гратисфэкшн. Ну и в этот момент Гратисфэкшн делает килл. Мо падает, Диди, Самбади уходит на сейв. Пока что не получается у Тайлу играть в защите, но мы привыкли к карте ДКэш. Это карта, где атака довольно часто набирает очень много раундов. Поэтому, в принципе, я думаю, у Тайлу тоже будет все неплохо за террористом. Но им стоит взять хотя бы 5 раундов. Это было бы неплохо для китайцев. Кстати говоря, касательно сегодняшнего перформанса, у команды Тайлу очень серьезные проблемы встречались на карте Д'Инферно. И что самое-то интересное, мапу у нас получается Кэш, Мираж и Инферно как раз. Если до него дойдет, кто знает, что будет с командой Тайлу в целом, я рассчитываю только лишь на 2-0. Ну, 2-0 ты как-то загнул, конечно. Ну, потому что Кэш, если бы хорошо начали, почему бы и нет, там Мираж дальше их пик будет. А на Мираже сегодня Грэй Хаунд в салат отлетели от Астралис. Конечно же, это Астралис, но у них не было идей. Не, ну у Тайлу Мираж это хорошее, я это знаю. Но с другой стороны, у нас Кэш, по-моему, далеко не самый сильный в Тайлу. Хотя, китайцы, да, это дисциплинированная нация. Это ребята, которые очень много играют и отдают себе отчет. Поэтому выход на план. Узади Ди-Ди, какие два прекрасных минута. Но при этом в Дикстайсе открывается дверь, забирается трактор. Может еще девятку забрать? Нет, тут сам Бадди как раз-таки ответил ему в ответ. И в итоге Грэй Тис Фэкшн 1.3. Ну, у него есть бомба. Начнем с этого. АВП, конечно, не очень мобильный девайс. Почему бы и нет? Тем более, что на Б планете сейчас никого-то. И Лу рано или поздно должны отправить своего агента в том направлении. И смотрим, как разменулись-то. Бонтетт вовремя ушел. Ну, по идее, Грэй Тис Фэкшн будет сейвить. АВП, 50 секунд, правда, у него есть. И ситуация, в принципе, 1.3. Хотя бомба на руках. Но если удачно словить какой-то момент, выйти на Б план, поставить ее. Но вот Бинтетт играет грамотно. Он как бы пропускает, он слышит уже вентиляцию, он дает инфу своим ребятам. Тут еще и зря, конечно, гранаты откидывает снайпер. Это лишняя инфа и стяжка от всех остальных. То есть ему надо было играть так, чтобы сводить сначала свою перестрелку к 1 на 1 ситуации. Ну, он же топнул. А он в итоге, да, стягивает на себя очень много людей. И уходит на сейф, я так понимаю, да, уже 20 секунд. А может сейчас побежит на Аплэн? Он не успеет через Меймин. Не, ну сейчас бы успел бы. Почему? Смотри, он бы сейчас, если бы стартанул, он бы успел. Но он принимает другое решение. Опа! Он на центр пошел все-таки. Жид. И тут X-Cruid с ним сейчас. Ну, неплохо, кстати, получилось. Жалко, что, по-моему, если он не отстреливает КТ, он никак не успевает. И неужели ему дадут поставить бомбу в такой ситуации? Тайлу, вы чего? Да. Это 2 в 1. И Грэтифэкшн сделал в итоге все очень шикарно. У него получилось разыграть прекрасную комбинацию. Он забирает только что самбади. Биентет 1 на 1 против Грэтифэкшна. Снайпер против Фамаса. И все-таки какой красавчик Грэтифэкшн. Он только что мог взять тот раунд. Браво. Отличный розыгрыш. В итоге ситуация все равно входит в копилку Тайлу. Нет, ну опять же таки. Человек, который играл на машине, сейчас прекрасно понимал, что он здесь один. Играет против снайпера. Возможно, даже не стоило лезть. Ну, черт с ним. Пускай поставит бомбу, но рисковать и терять так много девайсов, когда экономика выглядит не лучшим образом. Тайлу, рискуете. Ну, Тайлу у нас с одной стороны делали все грамотно, но с другой стороны не углядели один угол. То есть там игроку из-за вентиляции не нужно было падать. Нужно было просто в ней находиться и чекать центр. Тогда бы у снайпера ничего не получилось. Но, ладно. Раунд уже закончился. У нас две снайперские винтовки появляются у команды Тайлу. Счет 4-1. И сейчас террористы снова делают все довольно размеренно и аккуратно. Под базой БМ пытаются запикать у нас в Б-лобби. Но, в идеале-то, конечно, их сейчас отпугнут здесь Тайлу и скажут, ребята, мы контролим вас, не подходите. На мейн-экскюрейт сидит под шалдом. И здесь вот вопрос о том, как Декстер будет открываться вообще с гранатой или без, или даже в прыжке. За счет этого экскюрейта как бы уже нет. Декстер забирает экскюрейта. Самбади, возможно, сейчас ворвется. И Декстер не ждал, что настолько нагло будет играть в защитник. Хотя вот дверь открыта, и Декстер попытается, наверное, сделать размену. Самбади к этому готов. Подбирает снайперскую винтовку, чекает дальше в мейн. Тем временем атака идет в направлении точки Б. А вот на Б-базе там всего лишь один Диди. Он сидит на каплях. К нему тут Кейптон Мо быстро не перетянется. Плюс, к тому же, и со спины никто не пушит. А плен закрывается Декстер. И тут как бы вопрос о том, насколько идеально сыграет Диди, и прочекают ли его вообще очень часто. Капли оставляют без внимания. Но вот сейчас Молик, конечно, портит все. Самбади забирает Декстейси. Бомба выпала при этом направлении точки Б. Тут у нас перестрелка МО против Гритис Фэкшена. Но правда подтянулся еще Биантед. Гритис Фэкшен попробует сейчас поставить плент. Хаешечка устанавливается за дефолтом. Гритис Фэкшен 77. И все-таки очень грамотно с двух сторон. Ну, Биантед! Нужно действовать. Кстати, Биантед мог дождаться, пока там релот был бы уже. Но в любом случае, это второй для Тайлу. Там вся проблема была сейчас в том, что Фэйс, когда выходил на Бумейн, мало того, что он убил человека из капель, но еще и убил своего тиммейта. Вот это был очень странный такой момент. Но, может быть, не договорились, а может быть, еще что-то помешало им это правильно разыграть. Но 4 в 2 счет становится. И как бы Тайлу сейчас могут начать набирать раунды. Но им нужна серия. Экономика Грейхаунд уже дает сбой. Если не отлетят от пистолетов, то 4-4 неминуемо. Коктейль Молотова у нас на бусте. Бегут в направлении. Сейчас Планта, ребята. Из команды Грейхаунд. На шифтах перемещаются. Видел. Ну, тем временем Экспирейт там разваливает всех. Почему-то у меня включился не тот игрок. Неплохо отыгрывает Экспирейт сейчас на дверях. Экспирейт. Оп. И в итоге Грати Сэкшн падает. И точно умирает. Фэйтс. Это 4-3. Еще один раунд для Тайлун. Это Флэк от Грейхаунд. И ребята, в принципе, много денег сэкономили. Тут 3,5-4. Даже больше у них. Там 5 тысяч. Может быть, снайперская винтовка появится. Ну, вот Тайлук, кстати, интересно играет. Далеко не все еще в мире. С двумя АВП отрабатывают на кэше. А у Тайлы это получается. Ох. Есть у нас PC-проба. Но только не это. Теперь и Тайлу будут преследовать эта ошибка. Ну, что ж такое-то. Сегодня весь день, кстати говоря, бывают разные истории. Там у кого-то... Вот был раунд, короче, на карте Фэйсклайн и Героик. Фэйсклайн сделали опен. Фэйсклайн получили дэмэдж. В итоге 5-4. Они выходят на аплэн. И 4 игрока Героик вылетает. В итоге из-за этого раунд зарелодили. То есть не дали там восстановить ситуацию 4 в 5. Они просто сделали 2-1 по-новому. Героики выиграли и довели дело чуть ли не до победы. Но потом на бопах, правда, проиграли. Вообще этот турнир, я думаю, еще многих удивит. Скажем так. Поэтому... Скажем так, все разыгрываются перед мажором. Все не хотят особо тут напрягаться. Нави, например, Гоуст проиграли. Энерджи при этом проиграли одну карту. Сейчас на грани от вылета. Правда, сейчас их сильнейшая карта. Верпасс? Ну да, оверпасс. Нави неплохо играют. Но я вам сказал, что и у Энерджи тоже интересная эта карта. Понятно, если он остался в пике. Естественно, должно быть. Просто Нави взяли Инферно, проиграли его. Сейчас на оверпассе на пике соперника. Я вот просто рассчитывал, что 2-0 и Энерджи таки могут закрыть. Особенно после поражения Гоуст. Вот ты как думаешь вообще, как вот Гоуст это вот... Ты уже писал, я видел свое мнение на этот счет. Ну так, вкратце просто. Ну как? По поводу еще раз чего? По поводу того, что Нави играет Гоуст. А, даст-то два? Да. Ну я сказал, что, понимаешь, Нави даст постоянно пытается играть. Постоянно его проигрывают. По-моему, еще на лане в истории у них нет была победы на новом Дасте. Не к ноль вообще в этом составе. Да, но как бы им надо его уметь играть. От этого никуда. И они как бы решили, типа, ну команда Гоуст непонятная, да, там, пикнем в даст против них. Хотя бы по треням, да. По треням, типа, эту карту. Хотя, конечно, это риск, потому что даст, типа, карта для нубов в основном, ее умеют играть все. То есть это как Мираж и даст там. И как бы очень много от стрельбы зависит. И плюс я могу сказать, что у Нави... Симпл, на самом деле, себя на дасте не так хорошо чувствует, как на остальных картах. То есть он там и по статистике, я потом глянул, на предпоследнем. Хотя вровень идет с остальными, но он как бы не выделяется, да, как на других с электроником картах. Поэтому... Не знаю. То есть, с одной стороны, решение нормальное, а с другой стороны, как бы, надо дальше играть и проходить по этому турниру. Потому что если они на этом турнире сейчас летят у Энерджи, то это даст им особо и не поможет. А зато подготовка к мажору лучше. Ну, с одной карты. Нет, у них подготовка к мажору будет, если они все-таки останутся еще на этом чемпионате, еще поиграем. То есть от этого даже. А просто посидеть, разобрать карты, как обычно, нет? И пособраться на еще один буткемп. Я просто что-то такое слышал, типа, если они могут вылететь, то они могут еще раз на буткемп поехать. Ну так же. Тем более, уже можно сразу в Лондон. Ну, как вам, на интернет, что ли, многие команды взяли просто сразу. Прыгнули в Америку. Сидели... Ну, не в Америку, а в Ланкувер-Канаду же. И сидели, играли праки. Так что вот. Я пытаюсь людям клинфид вывести. У меня что-то... А, на клинфиде. Я понял. На клинфиде нави. Они уже проиграли первый пистолет. Груст. Так вот, друзья. В общем-то, проблемы технического характера мы ждем, как только так сразу ребята вернутся. Потому что, вроде как, паузы не очень-то и затяжные периодически бывают во время именно катки. Но все еще не поправили этот вопрос. Я боюсь, что... Дело может действительно очень сильно затянуться. Им что-то, бейт. Ай. Ну, нет, пока пятого игрока. Надо подождать. Все, началось. Проблемы в этом матче. Там то монитор отключался, то комп не работал. И вот опять стоп уже. И сколько? Минут пять, наверное, да? Они не могут решить этот вопрос. Нет, просто, ну, я представляю, что такое Дримхак, и почему так долго компы поменять не могли, что ли, что? В чем проблема? Хороший же турнир. Стокгольм. Этот фестиваль, по-моему, один из самых крупных. Нет у Дримхака или как? Я просто вот не знаю, что не помню. Или Дримхак Винтер у них обычно жестче? Да там, на самом деле, разная ситуация. Иногда Винтер... Вообще, если возвращаться к классике, то Винтер самый жесткий был всегда, да, Дримхак. Вот самый-самый. Там был крутой призовой всегда. И первый мажор, это был Дримхак Винтер, если кто помнит. Единственный мажор, который еще принимал участие. А потом, как бы, у них поменялась там организация. То есть теперь стали Дримхаки по всему миру, а не только в Швеции. И, по-моему, даже вот год назад... Там какой-то Дримхак, который то ли Flipside, то ли Гамбиты выигрывали. А то как раз был Дримхак зимний. Не-не-не, именно зимний Дримхак в Швеции. И там было совсем мало команд. То есть там особо не с кем было играть. Но на самом деле и у нас же сейчас будет один Дримхак скоро. Это Монтреаль, параллельно с мажором. Команды, которые не смогли пройти майнеры. Не смогли пройти, наверное, квалификации к майнерам тоже. Поедут в Монтреаль сражаться за 100 тысяч призового. Кстати говоря, неплохая альтернатива для тех, кто реально может не справиться с выходом из группы. Ведь теперь же еще новая система с 0-3, да? Поговаривают, что если QB отлетят 0-3, то все. Ну не QB, а уже Винстрайк со мной собой. Придется заново проходить квалификацию. Ну почему, на самом деле, там этот Бумыч написал в твиттере, почему типа о Винстрайках все говорят. На самом деле он, с одной стороны, прав, потому что кто угодно может так закончить. И на самом деле Винстрайки могут взять эту одну карту. Верите, не верите, а почему нет? Собраться и выиграть карту. Но на самом деле у них за полгода, наверное, у единственных такие плохие результаты. Именно поэтому. Нет такой команды, которая как бы так, как Винстрайк заливала за... Ну сначала QB Fire, потом Винстрайк заливала за эти полгода. Поэтому как бы в них верится с трудом. Но, с другой стороны, они действительно могут взять одну карту. Вот. А мы тем временем уже подгружаем бэкап, и, соответственно, будем возвращаться в игру совсем скоро, как только TeamSpeak размунит. Тут, на самом деле, в этом плане у нас даже обсервер пропал, и мы, видимо, остались одни. Как будто бы, знаешь, уже все разошлись люди. Закрытое такое помещение, и чистые игроки остались играть. Мы с тобой сидим. Смотрим за этим делом. Клевый вечер, на самом деле. Вечер очень клевый. Просто. Сидим, фанимся, кайфуем, друзья. Чилимся, а вы как там вообще? Как вы там в чатике чилитесь нормально? Расскажите нам про параллельный матч. Что вы там видели у Na'Vi? Какие ошибки были? Ладно, у нас игра, на самом-то деле, продолжается. Наконец-то решили свои вопросы Тайлу. Вп у Готисекшена, в принципе, плюс-минус неплохой байк. Правда, довольно маленькое количество гранат. Хотя три смока имеется, на того может не хватить. А у Тайлу вот все хорошо, и у них довольно уверенная игра. Один под Б чекает вдаль, и три человека практически на Аплэнте находятся. Касательно Б-плэнта, Кейптон Мосс ВП пытается зачекать Токсик. У него периодически это получается, но о-о-о, и как Мальта отъехал очень легко и просто. В итоге, все, информации под Б-плэнтом у Грейхаунд больше не будет. Тем временем Фейт при этом забирает Беонтета. Перетягивается у нас Диди на точку Б. Три игрока атаки по-прежнему у нас стоят, ничего не делают. И Дик Стейси. Сейчас тут расклад, сейчас самбоди расклад самый главный. Да, действительно, не хватило буквально одной гранаты. Ну, я говорил, что гранат мало, а самбоди там вообще троих развалил. Будучи в коннекторе, Дик Стейси отгоняет его коктейлям Молотова. Дик Стейси жмет самбоди. Ну и в итоге все, заканчивается провалом. Товарищи самбоди можно было закрыть одной флеш-гранатой, которую не умудрились накинуть Грейхаунд. Я не понимаю, с чем это связано. Самбоди действительно делает минус три на ровном месте. Это не то, чтобы хотелось где-то сралийцы, в частности. И у них сейчас проседает экономика. И вот знаешь, Тайлу могут выйти вперед. Тайлу могут выйти вперед, я согласен. И это диффенс на кэше, и это большие проблемы для Грейхаунд. Возможно, сулить. Икс Крейт откидывает пока что флешку на мейне. Ребята чекают по стандарту сейчас на миду. Понимают, что у соперника нет денег. Но как раз он знает, что там могут быть хорошие пистолеты. Как же не бояться Биантета и компания просто выходить в прямые перестрелки. А со стрельбой как раз-таки у Тайлу проблем, судя по всему, вообще никаких. Они укладывают просто пачками. Причем каждый. Дикстейси. Остается один против троих. Но шансов у него совсем нет. Потому что на точке А вот бомба возле вентиляции. Так, и он открывается на машину. Диди, все это дело слышит. Забирает Дикстейси. И Пятер, он таки за командой Тайлу. Но опять же, теряет двоих. Экономическая составляющая за счет этого несколько проседает. И я так предполагаю, что в случае, если они сольют два подряд, с деньгами будет сильный такой вот запор. Ну и сейчас попробуют снова. Уже с... Ой, я-я-я-я-я. Ошибка с ножом. Дикстейси немного просил. Но хорошо, что не второй фунт к мышке. Есть много гранат. И сейчас можно сделать какой-нибудь прикольный раунд, будучи с коктейлями Молотова. Хотя бы Бена кидать там за ящики, на шею и так далее. Но при этом у Грейхаунда вот есть ли этот раунд. Вообще, сколько вот фейт стренируется с ребятами? Совсем мало. Он же с Нудыном приехал, честно говоря, за турнир. Да, он как Снудын. Потому что Иркас не смог приехать. И он, кстати говоря, сразу, по-моему, после... О, ты еще турнира поехал сюда? Это не точно. То есть информация не подтвержденная. Ну, просто я помню, что он заплинг, типа, Стэндинил на фейс от Майнере. СНГ-шном. Вот. То в Hellraiser, то здесь. То в СНГ-команде. Я вообще не представляю, как он умудряется и там, и там успевать. Ну, он... Пардон. Он долгое время за Ашар выступал. Потом тоже Стэндинил за них. Но пока что не может найти. Да, блин. Продолжай. Да, бывает, бывает. На самом-то деле. Но парень эстонец, как бы, английский язык знает. А что ему еще нужно, да? Для команды из Австралии, конечно, может быть, это какая-то и проблема. Но, по большому счету, Экскрэйт снова начинает с минуса. По Декстеру. И, соответственно, большинство для команды Тайлу. А посмотрим, на самом деле, как они выйдут из этого большинства. Ведь для Грейхаун сейчас может все закончиться на мидле. Ну, по идее, да. Тут три человека. Тем временем Диди поджимает точку Б. Диди падает. Ситуация. А тут что? 4-4. Но при этом Кэптэн Моссер. Делает два минуса теперь, да. Декстейси. С Гритис Лэкшн остаются вдвоем. Санботи закрывает Декстейси. И бомба уже не будет установлена. Гритис Фэкшн уходит на сейв. И эта снайперская винтовка снова будет в его руках. Но только лишь в следующем раунде. Печальная история. На самом-то деле, австралийцы... Ну, с периодическим успехом, конечно, пытаются зайти на какой-то исполнит. Но, как показывает практика, как только Тайлу находит свою цель, они не видят препятствий и перестреливают, как ты уже сказал, на очень высоком уровне. А главное, что сохранят экономику. Они умирают. Но сейчас, в последних раундах, насколько я понимаю, в минимальном количестве. Один-два игрока — это не так уж и много. Хотя, все же, влияет. Так, ну, вроде бы... Отпустимо? Идея, все, да, должно. Так еще, по-моему, в истории у меня не было. Так что бы прям не мог комментировать. Икскурейт. Стоит с авиком. Мод где-то рядом с ним. 6-4. Счет снова бай у нас от команды Грейхаунд. Но, опять же, проблема по гранатам. Придется выходить на стрельбу, а на стрельбу снайперы. И замкнутый круг получается. А раунды, когда у них есть гранаты, они все равно взять не могут. Ну, Тайлу все-таки взяли себя в руки и показывают, что все-таки они здесь являются явным лидером в этом противостоянии. Дик Стейси. Тем временем готов входить на плента. Там у нас есть два человека. Подтягивается, кстати, Биэнтед. Этель Молдова за трактор. Отгоняет игрока защиты. Мальта с тиммейтами выходит. Чекает коннектор, прилетает флешка. Мальта отворачивается. Но пока что никаких килов нет. И моментально сам Байдин Микей делает минус. Никто не проверяет эту 100% позицию. Экскюрей неплохо отыгрывает Савика, но вроде как его сейчас обойдут. Ой, хороший Смог. Ой, хороший Смог. В итоге Экскюрей, будучи красным, может просто наоборот отморозиться. И при этом тиммейты уже стянулись. Он стоит за смоком все это время. Дик Стеиси вместе с Фейтсом не понимает, что вообще происходит. А ты посмотри, он сидит и ждет, как только Смог рассеивает. Это 100% минус. Падает Фейтс. И за тройку остается Дик Стеиси, который умирает от Диди. Буквально, если бы чуть-чуть раньше Грейхаунд зашли в плент, они стали стреляться с окружностью, они бы спокойно заняли центр круга, и, как я бы сказал, в парке выиграли. Да, но это немножко не та игра. Просто быстрее надо было заходить, на самом деле. Им еще и повезло, потому что самбоди никто не прочекал, но он при этом сделал всего лишь один минус. Просто зайдите быстрее, сделайте еще один минус, и тогда разваливайте благодаря бомбе установленной. А они слишком долго заходили. Грамотный смачок от игрока защиты, плюс тиммейты уже стянулись на точку. Но, естественно, когда тебя три, грубо говоря, встречает на, а три выходит на, шансов просто-напросто нет. Мо промахивается тут у нас под б-плентом. Несколько раз Мальта заметил только что вентиляцию. Играет с Диглом, пытается попасть в свой ваншотный, но не густо у него тут получается. Но, в любом случае, еще один раунд, скорее всего, для Тайлу, если они не творят ошибок. Самое-то, что интересно, у команды Тайлу постоянный вот этот вот льбе. Да, человек-самбоди, который может в винтах как на мидле, так и под б-база оказаться. Но, в целом, это неоправданное укрепление. Мне кажется, что больше внимания стоит уделить именно асайду, где зачастую и появляется Грейхаунд, и сейчас они выходят на новый экскуррейт, который справляется с выгодом от диксессии и минус от бентета, а также по критисфекшному минус от декстра по экскуррейту и минус от бентета по декстру. В итоге фейт последний собирает бентета. Начинает сейчас нашивать неплохо самбоди, а в итоге погибает фейтс. И счет становится 8-4 уже в пользу команды Тайлу. Это, ну, по нынешним меркам не бывал успех, на самом деле, на декэше, потому что так много раундов за КТ сейчас очень мало команд набирает, но вот не получается у Грейхаунд с фейтсом, с Циндином своим пока что показывать хорошую игру. Начало было за ними 4 раунда. Кстати, добавили, видел в панораме? У меня панорама не включена, знаешь почему? Потому что у меня X-Ray не включался на панораме. И там, короче, сайт сервера, вот эта табличка, мешала включить его. А, ну я все-таки опять на панораме, и на панораме добавили на табе возможность наблюдать, сколько 2 раунда взял, потому что этого не было. О, да. В итоге расклады 5 в 5. Террористы снова подошли под Аплент, но при этом бомбу забыли. Судя по всему, я должен подобрать Мальта, и совсем скоро мы увидим снова выход на точку А. Да, выход под Аплентом становится уже каким-то постоянным, что ли, для Грейхаунд. Я не знаю, почему у них нету каких-то ротаций там под Мид, и сразу же стяжка под Б, базу сплит на Б, идеальная же стратегия, если вы все делаете качественно, но вот Самбуди перегрался на у себя, зато X-Ray подстраховала под Аплентом, и окей, в принципе, одна единица на другую единицу не так сильно, это и страшно. Фейтс чекает Миддл. Откидывается коктейль Молотова. Декстер уходит в вентиляцию, не вентиляцию, пардон, а к дверям, и все-таки пойдет вместе с Фейтсом и Мальтой зажимать сейчас точку А. Эти действуют на центре, а он с другом, с Диком Стейси, будет атаковать. А куда же уходит сейчас? Посмотри, куда Бентед ушел. Да, не знаю, что это сплит, но не через мейн. Просто Бентед проверил мейн, никого там не увидел. Пацаны, мейн чисто, это точно Б. Классно получилось. Это раунд за грехаун, Пайби. Да ладно, они реально прошли мимо него, и, соответственно, теперь Тайлу будут делать ретейк Аплент, а если Тайлу еще этот раунд выиграют по итогу, я буду смеяться, реально. Грехаун там на лоу тайминге, вроде как бомбу восстанавливают 3 в 2, но у Диди проблемы с хеллоспоинтами. Ну, попробовать сейчас 3 в 2, все равно взять этот раунд. Ситуация, в принципе, играбельная для защиты, несмотря на провал, который был в начале этого раунда, посередине начинания этого раунда. Бентед, не знаю, сподлил ли двоих, но сейчас по-любому есть два обоих игроков атаки, Мо разваливает Декстера, и понимание, где находится последний, тоже имеется. Классный моп от Бентеда, залез на ящик, законтролил Дика Стейси. Ну, такие уже раунды Грехаунда не берут тогда. Извините. Им подарили Аплэнд, и они не смогли его удержать. Очень больно такое, на самом-то деле, наблюдать, и вот то, о чем я и говорил. Команда Тайлу, пускай начинает не всегда и хорошо, но как только дело доходит и каких-то вот таких странных вещей, они могут переиграть кого угодно. Ну, наверное, пожалуй, я соглашусь с тобой. Но, с другой стороны, как-то упали-то вузера, проиграли, значит. Ну, они проиграли на Инферно. Очень плохой стаб, так получилось. Инферно, я не знаю, почему. Действительно сыграли. Я сам ожидал гораздо другого счета. Посмотрим, может быть, здесь будет тоже Инферно. Ооо, вот это стоят, ребята. Спасибо. Это скидывая сейчас gratis-faction, забирает сам Баре. Декстер готов рваться под вентиляцию. Он знает на 100%, что справа от него находится оппонент. Ждет то ли флешки тиммейта, то ли пока тот пойдет. Да, в итоге Диди сам выходит. Ну и, соответственно, 24. Декстер все там же. Все так же стоит и ждет. Тем временем Скюрей падает все-таки, будучи с АВП. Прилетает флешка. Биантед чекает. И атака куда-то уходит. Соответственно, дает инфу сейчас Биантед своему тиммейту. Скюрей займет как можно более выгодную позицию. Играет сейчас за машиночек и даль. И если заберет хотя бы одного, выиграет для Биантеда немножко времени. И они 2 в 2 снова возьмут датраунд. Экскюрейт, что же ты делаешь? Видел смок. Заходит сейчас на плент. Декстер, если его в итоге видел. Дается инфа. Биантед разбирает фейтса. Но это 1-2. Небольшая, значит, подстава. Если бы сейчас экскюрейт, то на самом деле сделан минус по мейну. Была бы ситуация 1 в 1. Но теперь Биантед должен брать все в свои руки. Забирает одного. Почему Биантед не стал вместе с своим тиммейтом атаковать соперника? И для Биантеда сейчас есть шанс. Но нет, это промах от АВП. Серьезно? А помба как стоит? Помба, по-моему, стоит правильно. Да, здесь она стоит под прямым углом. Так, кратисфэкшн. Есть. Пробитие от кратисфэкшена. Ну, кратисфэкшн такой раунд мог затащить. По-моему, пятый или четвертый. Пятый. Не, не четвертый. Так, пятый или четвертый. По-моему, пятый. Но в итоге, естественно, он в который раз показал, что с АВП у него все окей. Такие простые ситуации он, конечно, будет брать. Хотя, ситуация была так, на бумаге простая. А его тоже контролировал снайпер. И все могло закончиться фиаско. Последний раунд в первой половине. Счет 9-5 пока что в пользу команды Тайлу. У нас относительно неплохой бай от обеих команд. Правда, есть один горилл от атаки. Но это не страшно. Один горилл, конечно, можно реализовать. Так, и, соответственно, подход к базе Б. Очередная фулл-закупка для Тайлу. Есть попадание от Кейптон Му по Мальте. И вот тут Грейхаун. Снова проблема с андрагами. И далее еще и Кейптон Му закрываем. Смешно промахивается, досадно по Декстеру. Но это все равно большинство. Большинство при этом за Тайлу. И не только большинство, но и инфа. Очень важно. Они знают как минимум один под В. Остается один экскуррейт, правда, под А. Если получится сейчас. Костейси успешно зайти. И вот, кстати, неплохо сейчас действовал Декстер. Забрал сам байди, который не понимал, зачем вылетел под В. И, соответственно, считация в 3 на 3. Поэтому у команды Кейптон далеко не все потеряно. Хотя вот Биентед дождался мидл. Бомба на руках у нас под точкой Б у Декстера. И к нему перетягивается Дикстейси. Они просто решили пойти вдвоем на эту позицию. Дикстейси очень долго будет на шифте здесь перетягиваться. Боится, скорее всего, у кого-то. Гража, Декстер! А что? О, почему так неаккуратно играют Тайло? Они понимают, что было преимущество под их контролем. И тут бац! Уже 2 в 2. И уже просто так не разыграешь. Прострел. Тем временем Биентед стоит у нас на девятке. Чекает плент. Дикстейси, возможно, обойдет спин. У него 25 секунд. Его здесь контролит somebody. Экскюрейт. Чекает. И в итоге тут Тайлингер. О, сильная плюшечка залетела. И, соответственно, Декстер падает. Но тут единственный шанс, если бы не произошло этого неимоверного хэдшота из Дигла. Итак, смена сторон. Счет 10-5. Победа команды Тайлу. И ребятам, если честно, остается взять пистолетный раунд и первый бай для того, чтобы победить. Но у команды Грейхаун дорога, конечно, будет довольно длинная. Ну, а тем временем Нави проигрывает 7-4 на второй карте на оверпассе. Играя за сторону защиты. Если кому интересно, залетайте на трансляцию Twitch.tv. Слышите Мхакси из Гору. И там будете лицезреть на то, как Нави могут покинуть этот турнир. Вот, знаешь, я бы не мог подумать, что Нави должны покидать этот турнир, если бы не действительно первое поражение Гастам. Вот у меня почему-то это так прям запомнилось. И то же самое же было на каком-то из последних турниров. Они также что-то стартанули не очень. Ну, это регулярно, на самом деле, у Нави. У этого состава прошлых составов. Но, с другой стороны, так, знаешь, ходить на грани всегда очень опасно, очень тяжело. Тем более сейчас они еще и проигрывают за КТ. Что тоже нетипично на оверпассе для Нави. Поэтому, может быть, как вчера в PUBG, так и сегодня в КСе Нави просто соберут вещи. Это было бы очень-очень грустно, наверное, для самой организации. Я вот, знаешь, думаю о словах Симпла. Он ведь сказал, что после мажора действительно может покинуть стан команды. И вот с такими результатами это становится все ближе и ближе, как мне кажется. Что, главное, не хватает. У них же все вроде как хорошо. И ведь когда только-только этот состав начал разыгрываться, были хорошие результаты. Да, на самом деле, что-то мы много Нави обсуждаем. Так просто ты понимаешь, что у нас опять пауза висит. А, кстати говоря, матч-то иначе. Да не, ну у Нави сейчас хорошие результаты. Они на этом чемпионате просто, знаешь, проиграли одну игру. И сейчас играет с Energy, который на минуточку там тоже. АМ, да, выигрывали, по-моему? Месяц назад. Энерджи, они выиграли Шанхай, да. Поэтому команда непростая, плюс были в финале Старладера и команда Стрелковая. Поэтому, знаешь, бывает вот, если Нави пройдут сейчас этого врага, они сделают ступеньку вперед и дальше будет легче. Потому что расстреляются, разыграются, поскольку у самих был отпуск. А если все-таки не пройдут, тогда все, минус Турик для команды Нави. И, скорее всего, это именно он. Ну, не будем забегать вперед. С тем временем. Пистолетка от Тайлу. Они просто решили пойти на Бэпленд. Тут у нас Дик Стейси. Пока что не попадут. Ему надо попадать. Вот такие плюски. Это должно быть как минимум две. А он поставил всего один хедшот. Но мне страшно. Попробуют сейчас 4 в 4 игроки защиты сделать выбивание. Хотя сам Боди уже под вентиляцией. У нас там через спину обходит игрок защиты. Это Мальта. Ну и при этом еще и флешка есть у Икс Кюрейта. И он попытается поднять с тиммейтами сыграть. Ох, хорошая флешка-то на самом деле может получиться. Разве что Грейханты не торопятся. У них киты есть на Gratisfaction. Мальта идет через спину. И трое через КТ. Мальту должны ловить здесь. Сам Боди моментально я хочу по Мальте. Далее мы ходим через КТ. Минус и Gratisfaction. А поискируют. А так, по-моему, сейчас будет одеть и по Фейтсу. И проходить взятку не реализован. Дексер остается один. И он умирает от Сам Боди. Это 11.5. И, как ты сказал, пистолетка уходит за Тайлу. А тут, глядишь, и первый бай. И, как бы, все. Да. И все. Согласен. Ну, Грейхаунд все-таки со Стендином. И все-таки про техник Тайлу. А Тайлу на минуточку команда, которая обыгрывает, играет на равных действительно со многими коммерческими мира. Сего. Поэтому... Жалко мапу маленький. Хороший мапу, в смысле. Да, но стрелковая команда. Поэтому, если... Знаешь, еще такой коллектив, если с ней вот где-то потерял концентрацию, то она сразу тебя переезжает. Тут ухо в астро нужно с Тайлу держать. Мо, откидывая сейчас гранату на центре. Заметил коннектор. Довольно много дэмэджа получил Декстер. Но уходит назад. Тем временем Тайлу занимает Лидл, занимает мейн и пойдут на точку А. Вот, он минус от Сам Боди. Потерял много процентов здоровья. Но, в целом, выход действительно под Аплент. И желательно Кертис Фэкшна тоже пройти без регистрации. И есть попадание по нему. Далее, еще и на КТ имеется Фейс, который с машиной может сработать хотя бы хоть кому-нибудь в голову. Алло, Грейхаунд, вы же играете с пистолетами и арморами. Почему так мало импакта? Диди! Забирает нас Мидл, Мальта падает, Дикстейси погибает. Ну и, в конце концов, счет становится 12-5. Пользуюсь командой Тайлу. Горилчик у нас у Бентета остается, конечно же. В принципе, Тайлу останется всеми девайсами. Они прекрасно понимают, насколько все плохо у ребят. А что делают Грейхаунда? Обычно как будто они купили сейчас. Нет, у них ничего нет. У них 3000. У меня панорама заключила. Минус 1000 было написано у каждого человека. Нет. Они все-таки сливают, они первый байк хотят провести солидно с девайсами. Интересная задумка там под Б-базой. На девяточке вы садились четвером, квадратиком. Но жалко, что никого пока там нет. Интересная задумка, на самом деле. Видят только двоих изначально под углом, если подумать. Ладно, а Тайлу уже тем временем Аплента вскрыли. Обратите внимание. Они уже выходят там. Человек на позиции в Форте тоже давно прошел. И машины, и перетяжка вот эта вот теперь. Тяжело будет выходить с пистолетом. Диди стоит у нас пока что под Б-бет. И временем Фейт падает. Гратифакшн туда же. Самбади стоит у нас на центре. Выходит на точку Мид. Погибает Мальта. Падает в итоге Самбади в ответ от Дика Стейси. Ну и Декстер. Точнее Дик Стейси остается один против троих. Попробует засейвить автомат Калашникова. Контролит пока что Мид, чтобы на него никто не пошел. Разбивает вентиляцию. Имитация того, что он пойдет на Б-плэнд. Она сработала, потому что именно туда пошел. Сейчас игрок атаки. Встречать его этот Диди. Ну и по идее Дик Стейси должен засейвить на Т-спауне. Но в любом случае это 13-5. И команда ТЛУ в нескольких шагах от победы. Слишком хороший старт для них, как мне кажется. И потом вот... Ну, все получается так, как и должно быть на самом деле. Многие, наверное, могут сказать, вот какого черта Грейхаунд на кэше? Они на самом деле не так уж и плохо смотрятся. Я соглашусь с вами более чем полностью. Да и на Мираже на самом-то деле, если взять статистику с Health of Work... Не знаю, помнишь ли ты эти моменты? Но Грейхаунд в свое время обыграли команду СК 16-13 на Мираже и Фейзов 16-14. Так что потенциал, в принципе, он есть. Но по статистике они его проигрывают так же в салат, как и если с кэшом не идет. Сейчас... Да что ж такое? Сейчас все решится. Буквально один раунд нам сразу же ответят или нужно чего-то ожидать, к нам от Грейхаунд. Или все-таки это приплыли. На Пленд решили выйти, плюс зажим центра. Со всех сторон. Три человека. Пока что все неплохо, хотя до экстра моментально падает. Мальта на довольно ожидаемой позиции. Обычно сюда летит Катейн Молотова. Катейн, кстати, сюда не прилетел. Мальту до сих пор не чекну. Но, на этом, погиб фейд. Мальта сделал два хороших минуса. Откидывает сейчас флэш под себя. Снайпер команды атаки слепой. Но как же грамотно Экскюрейт отошел. Тем временем забрали самбоди и преимущество от Эллу растеряли. Нужно закрыть спину. Сейчас нужно поймать Дикстейс. Этим занимается Экскюрейт вместе с тиммейтом. Но почему так далеко Диди? Бомба-то-то под Аплентом. А он идет, крадется через Б-базу. И, возможно, даже его теперь контролит номер ноль. Это Гритис Фэкшн. Диди в итоге разбирает Гритис Фэкшна. Откидывается флэшка. Мальта с Авика. Чекает коннектор. В принципе, знает его сопер. Если промахнет еще снайпер, то это Габелла. Но промахнуться тут очень тяжело. Диди крадется на девятке. Мальта понимает, что ему в спину могут прийти. Спины-то нет. Но, с другой стороны, Диди будет шуметь. Он может кинуть флэш. Спрыгнуть под нее. Быстро. Без звука. Он так и делает. Ай-яй-яй-яй-яй! Это был и Мальта берет сиспол. А у него патроны закончились? Или почему он перестал стрелять? ХП? Не, он просто пытался не зажимать так тупо. Знаешь? По 34 патрона, 5 патронов. Надо на уверенности, как делают бунтет в антаб. Я хочу выйти в основе в антаб. В общем-то, кстати говоря, наверное, в этой ситуации это было бы лучше. То есть надо этот ящик простолить очень тяжело. Ну, ладно, что-то. Крейхаунд такие ворвались с одним байраундом за защиту. Вопрос, хватит ли их надолго вообще? Идеи для Тайло очередной бай. Да, пускай без снайперской винтовки. Даже с Галилой Эром. Но это все более чем рабочие схемы. Они не могут, в принципе, себя показать более чем адекватно. А вот в антеде немножко тут дали коктейлям по голове неприятным. У БНТ это 69 хп в итоге. Тем временем китайцы решили сыграть немножко аккуратнее. Они просто ждут и хотят поймать игроков защиты на ошибки. Но у китешников никто не высовывается. Все стоят, никто не палится. Самбади готов пушить сейчас с тиммейтами скорее всего вентиляцию. Кстати, именно сюда прилетит коктейль Молтова. Судя по всему, Самбади откидывает гранату. Мальта должен будет уходить. Нет, он себя просто потушил. Остается здесь в анвейсбук. Да, неплохой, кстати, в анвейсбук. Мол падает. Должны были понимать, в принципе, тайлу, что такое возможно. Хотя, может быть, первый раз они столкнулись с этой комбинацией. Ну и, соответственно, 3 в 4 сейчас будет довольно тяжелый раунд для тайлу. Самое забавное, что дикстресси вместе с Мальта уже пропустили игрока на кт. Я просто понятия не имею. Знает ли о том, диди, что тут в винтах есть товарищи, которые играют в паре. И минус от Самбади размен на дикстресси. В итоге надо как-то бомбу-то протащить на точку. А на каплях все еще торчит этот товарищ самоченький. Дикстресси забирает экскюрейта. И в итоге счет становится 13-7. Грейхаунд берет очень важный для себя раунд. Сейчас у них двушка на кармане. И вот насколько было важно Мальта тогда взять тот раунд сиспоума. Он его взял. И сейчас у Грейхаунд появляется хотя бы никакой шанс от камбэча на кэше. За это нужно цепляться для команды Тайлу. Это однозначный шанс, чтобы закончить все это дело побыстрее. Ведь кто знает, может Грейхаунд разыграется именно за кт в сторону и не пустит своих соперников. Такое же тоже может быть. А пока лишь только пистолеты без арморов у большинства. Лишь только капитану стеклом. Армором и попытка запекать с мейна Аплэнд. Мо. Пытается вычислить часа с Дигглом. Не получилось. Уходит своим тиммейтом. Ребята у него тут дальше ходят. Туда-сюда. Подсадка. Ну и по идее на точку А сейчас все равно пойдут парни. Тут два человека. Гротисфэкшн с авиком. Если только ошибка может подвести защиту. Фейтс при этом далеко. Будет выходить сейчас убивать. Мейн. Но гранат у нас нет. У команды Тейлу прилетает. Дамэдж. Фейтс ошибается по судьбе. Добивает Мо. Тем временем террористы подходят поближе к Плэнту. Но все-таки Фейтс справляется с Бентетта. Минус их всю рейд. И последний Самбоди тоже падает. 13-8. Команда игры Хаунд уже довольно много денег накопилось. Но опять же таки Тейлу действовали в этом даже экономическом раунде. Как-то по одному. Разрозненно. И это как бы не то, что хотелось бы видеть от атакующей стороны. Которые должны держаться вместе. Должны размениваться хотя бы. И возможно даже сейчас мы можем увидеть какой-то быстрый раунд под базу Б. А может быть даже и не быстрый. Но в любом случае нужно именно Б точку проверять. Слишком уж часто мы Аплэнт с вами можем увидеть. Самбоди на центре. Ребята готовы атаковать. Сейчас судя по всему точку Б. С вентиляцией. Крадутся под Б. Тут у нас Дик Стейси. Пока никого не слышат. Но может быть догадываться, что рядом с ним огромное количество оппонентов. В те временем Мэкс Крейд готов закидывать коктейль Молотова на Аплэнт. Ну и в принципе вентиляция тоже довольно быстро выйдет. Поэтому на Б плент я не знаю, насколько успешно выйдут Тайлу сейчас. Так, заход пошел. Сейчас Дик Стейси падает под вентиляцией. Минус от Декстера на размене. Плент не видит Кейптон. Ну слева прием за Б-2. Есть человек, но... Жалко. Падает Эксо, падает Мальта. Берем-то. Наказывает еще и Фейтси. Но играйте с Факшн один против троих. Скорее всего будет сейвить. Этот Фейтс, конечно, сейчас прямо в руки упал к Бенте. Говорит, бери меня, бери меня, забирай. И 14-ра он, кстати, получает. Впрочем-то. Шесть преимущества для Тайлу. А вот с экономической составляющей, там что? 2, 3, 4, 800. Нет, будет бай. Будет бай. Еще и Двай засейвил. Ну вот следующий точно проигрывать не рекомендуется. Хотя там уже и, соответственно, ровная дорога будет для победы для Тайлу. Ну, на самом деле будет еще один бай. И этот бай, может быть, Гриханду все-таки возьмут. И снова разрушат экономику команды Тайлу. Хотя было бы неплохо, если бы Резинфекшн сейчас еще кого-нибудь убил. Но он слишком далеко находится от соперников. Поэтому тут в любом случае 14-8. Однако полноценный бай от Гриханду. Текс. Да, вот действительно полноценный бай. И вот от него, наверное, стоит отталкиваться. Если не он, то да, действительно. Уже и финишная прямая вроде как не за горами. С другой стороны у Тайлу. А у них закупку четверых вроде как прослеживается в следующем. А, не-не, все, вру. У Дидии просто не было куплено, ничего. Бай в следующем не должно быть. Дидии. Откидывает сейчас несколько гранат под Б. Тем временем люди контролят пока что мидл. Но бомба под Б, соответственно, на Б. Снова пойдут Тайлу. Это вопрос лишь времени, судя по всему. Пытается вычлить фейца. Как-то он тут подставился. Слишком просто. А, он с авиком пытался. Ну, быстро работал. Промахнулся. Мальта падает, Декса туда же. Всех просто убивает. Один, что надежда на Декастейси. Но ее тоже не стало. А, Гратифакшн снова один. Счет 15-8. Вот как же надо кинуть флеш-гранату на мидл, чтобы, получается, зафлешить и коннектора человека на крыше. Ну, один-то из двух-то точно должен отвернуться. А в итоге флеш-какинута так, что оба были в блайнде и мидл открыт без какого-либо размен. Это шок. Ну, Грэй Хаунда все-таки, не знаю. С одной стороны, какие-то успешные раунды были. С другой стороны, как-то вяленько, конечно. 15-8 это, если честно, практически разгром. Потому что там взяли всего 4 раунда подряд. Потом полностью все отдали. И вот тут взяли 3 раунда. За атаку задела не было, наверное. На этом игра. Ну да, за атаку надо на кэше набирать минимум 12 раундов. Это рецепт победы на кэше. Венте отщелкает Greatest Faction'а. На плен пытается выйти. Ловит моментальную плюху от фейца. Тут под флешку еще и под Берри шли поиграть мальт с тиммейтом. Бум пока что на центре. Команда Тайлу пока не определилась. На флеш-каке хотя вроде на плен собираются пойти. Как же прилетается пистолет. Очень неприятно по игрокам атаки. И здесь сразу же перетярочка под машину. Но фейц попытается под блайндом. Конечно, подловить дизиди. Но снова флешка в никуда. И ребята из Тайлу получают. Преимущество про пуш-базы Бэдикс. И также падает уже 4 в 2. И мальтон на коннекторе. Вместе с своим тиммейтом. Оказались не зоны доступа. По-моему, каких-либо разменов. И возможно даже победы в этом раунде. 2 в 4. Переходят сейчас игрок с бомбой. И ставят ее, конечно. Но и Декстер падает. Без шансов, друзья. Все-таки Тайлу здесь посерьезнее. Ну а что толку. Ну трехочковая. Но все равно сейчас придет Диди и заберет его. Ну правитый угол, да. 16-8. Победа. Команды Тайлу. Это Кэш. Следующая Мираж, да, ты говорил? Да, пик команды Тайлу. Соответственно, Кэш брали Грейхаунд. Ну и, дорогие друзья, напоминаю, что студия Рухаб для вас освещает Димхак Мастер Стокгольм 2018 года. Синие, они шарат все еще будут на проводе до конца этого бесса.